Центр Лобинска должен стать не просто красивым, а стильным и современным. Решением этой задачи занимается межведомственная рабочая группа администрации Лобинского района. Возглавляет ее голова Владимир Забураев. Это одно из заседаний. На нем обсудили необходимость привести в соответствие утвержденным правилам благоустройства фасадов зданий, объектов, нестационарной торговли. Сюда же входят отдельно стоящие рекламные конструкции и средства размещения информации, расположенные в центре города. Все будет соответствовать единому архитектурному облику. Для этого создается общественный градостроительный совет при главе района. Заместителю главы района есть о чем доложить. Участникам встречи к этому дню выполнен большой объем работы, о чем и продолжил Андрей Киселев. Первым этапом была подготовлена схема, определяющая перечень улиц, на которых планируется подготовить работы по проведению соответствия утвержденным правилам благоустройства в центральной части города. В эту схему вошли 18 кварталов, установлено 983 объекта, уже заказаны и получены выписки из Росреестра. Вторым этапом международная рабочая группа непосредственно приступила к проведению работы по упорядочению и приведению в соответствии утвержденным правилам благоустройства фасадов зданий, объектов нестационарной торговли по улице Красной, от улицы Советской до улицы Декабристов и Международной. На данном участке было выявлено 90 объектов. Третьи и четвертые этапы заключались в проведении встреч и направлении письменных обращений собственникам и арендаторам объектов. Работа над благоустройством Лобинска трудоемкая. Члены рабочей группы детально обсудили каждый объект. В результате должен преобразиться не только внешний вид фасадов зданий, но и общественные территории. Появятся интересные современные объекты, которые придадут Лобинску новый облик и индивидуальный стиль. Людмила Никонова, Татьяна Гольцова, Георгий Сопов, Лаб-Медиа.